Всем привет, друзья, с вами Волкофрения, и это первый гайд, посвященный первому заходу в игру, интерфейсу и взаимодействию с ним. Итак, первым делом мы видим табличку с нашими нуждиками. Это статы, которые нам придется пополнять, которые тратятся энергия, жажда, гидрэйшн, стамина, выносливость, энергия, это голод, и хелл с жизни, понятно. Я слышу звуки нехорошие, волк, и кто-то идет, по-моему, даже зомби. На клавишу Т, английскую клавишу Т, мы можем изменить вид от третьего лица. Я вижу сверху, кто-то бежит. Ага, это игрок. Отлично, уже повстречали живого человека. Нажимаем клавишу ТАП, или же И, открываем инвентарь. Здесь мы видим три менюшечки. Это Proximity, Charter и Inventory Item Containers. Значит, Proximity это то, что лежит рядом с вами. Здесь будет отображаться то, что лежит рядом. На земле, в шкафу, в ящиках. Аккаунт Inventory, вот, это для донатеров. При покупке Deluxe версии, вы получите аэродропы. Самолет вам будет скидывать ящичек с полезным очень лутом. И с ним же зомбей. Такой сюрприз. Ну, об этом попозже. И ящичек Crate, который вы можете открыть одним ключом. В Deluxe версии будет несколько ключей и несколько ящиков. В обычной версии один ключ, два ящика. Далее у нас Charter. Здесь все статы, которые вынесены вот сюда, на интерфейс у нас. Понятно, все, что одето здесь. Все, что на нас одето. В этой менюшечке есть вкладочка Крафтинг. Здесь изучены рецепты, список. И сюда добавляются рецепты, которые мы изучаем вот здесь, в вкладочке Discovery. То есть, если мы хотим скрафтить лук, нам надо сначала его изучить. Изучить мы можем в Discovery методом смешивания палки и ткани. Как только мы зашли в игру, первым делом нам надо скрафтить лук и стрелы. Как это сделать? Подходим, собираем эти веточки. Вот из таких вот кустиков, мини-деревьев, так сказать. Мы сейчас видели, что кто-то рядом и кто-то говорил в общий чат, в voice-чат. Если вы слышите, что кто-то к вам обращается, в левом верхнем углу загорится ник, вы можете ему ответить. Нажать колесико мышки и что-нибудь пробурчать. Также в радиусе все будут слышать вас и видеть ваш ник. Таким образом, вы можете себя дать обнаружить другим людям. Это опасно. Собираем, конечно же, ягоды. Ягоды – это самая главная еда в игре. Она пополняет у нас и энергию, и жажду. Ну, давайте попробуем изучить рецепт лука. Что нужно? Тряпки. Тряпок у нас нет, но у нас есть футболка, которая надета на нас. Мы берем правой клавишей shred, рвем ее. Порвали, у нас получилось 4 тряпочки. Отлично. 4 куска тряпки нам хватит, чтобы скрафтить лук. Итак, перетаскиваем в дискавери тряпки и вудстикс, веточки, которые мы собрали с кустиков. Нажимаем дискавер и изучили мы таким образом лук. Мы уже можем его скрафтить. Один вудстикс, один скрапов лучше. Одна тряпка, одна палочка. Все, лук готов. Он у нас выкинулся на землю, потому что у нас нет места и все руки заняты. Выкидываем эти ненужные палки, бранчи, вставляем лук. Все, готово. Скрафтили лук. Но для лука, чтобы он стрелял, конечно же, нужны стрелы. Чтобы скрафтить стрелы, нам понадобятся те же вудстики. Перекладываем вудстикс, нажимаем дискавери и у нас изучаются стрелы. Кстати, перетаскиваем тряпки, можно тоже нажать дискавери, можно мешочек скрафтить. Крафтим стрелы. У нас есть как раз 3 вудстика. Получится у нас 3 стрелы. Не густо, конечно, но для первого раза достаточно. Правую клавишу и левую. Он натянет тетиву, то есть наденет стрелу. Все, стрела уже надета. В любой момент мы можем выстрелить. Натянуть, видите, точку, да, и стреляем левой клавишей. Давайте дальше по порядку. Крафтинг дискавери мы разобрались. Переходим в инвентарь и айтем. Это то, что у нас в инвентаре. В джинсах, в карманах джинс, да, 35 из 100 слотов у нас заняты. И поясная сумка тоже, 0 из 100. Часто задают вопросы, как сменить вид инвентаря. Вот здесь есть такая галочка, прям рядом с названием Inventary Item Containers. И можем сменить лист. Так как я плохо знаю английский, я себе делаю картинки. Мне с ними удобнее. У нас есть статы. Они кончаются. Как их пополнять? Во-первых, универсальные ягоды, я уже говорил. Просто правой клавишей, eat, един, пополняются статы. Если вдруг вас цепанул зомби и у вас открылось кровотечение, бинты, use, перебинтовали, все, кровотечение остановлено. Жизнь не пополняется. Десяточек, по-моему. Помимо ягод, также мы можем разводить костер, убивать косуль, волков, добывать с них мясо и на костре жарить. Но это будет в следующих гайдах в крафтинге. Для начальных этапов выживать вы можете только на ягодах. Еще в забеге на дальней дистанции вы можете пользоваться автобегом. Включить его можно на клавишу плюс и просто поворачивать мышки, куда бежать. Про первоначальные шаги и интерфейсы взаимодействия с ним я рассказал. Но в следующем гайде я расскажу, как встретиться с другом и как же научиться пользоваться картой. Напоследок, хочу дать совет. Не доверяйте никому. Даже тому, кто кричит амфрендли. Ведь он может засандалить тебе стрелу в затылок и глазом не моргнуть. Если вам понравился гайд, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Задавайте свои вопросы насчет игры в комментариях и вступайте в группу ВКонтакте. Ведь там анонсы по прямым трансляциям игры H1Z1. А с вами был Волков Рения. Желаю всем успехов и удачного лута. Безумный канал Безумной Игры. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok